Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Спасибо Добавил DimaTorzok 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 То есть было бы правильно передать слово ему и послушать, что расскажет Намон, а потом докажет желающий, кто заявит желание выступить, послушайте. Продолжение следует... В прошлом году к нам попал проект соглашения по гуздаче Питсунта, после чего было собрание в городе, на котором мы пригласили собрание города Питсунта, актив города и собрание Синал-Гзар. Я уже неоднократно рассказывал эту историю, но, видимо, не все это знают, нужно еще раз рассказать. Есть в этом такая необходимость. Что у нас получилось? После собрания в Питсунте мы решили обратиться к нашим жителям. Собрали 1670 подписей против передачи в собственность гуздачи Питсунта. Хочу поставить акцент и подчеркнуть тот момент, что мы говорим именно о передаче в собственность. Никто из Питсунчан, никто из собрания Силал-Гзар или Питсунды, никто из нашего актива не говорит, что мы против СОО Российской Федерации или против их присутствия. Мы все прекрасно понимаем наши отношения, сегодняшнее положение дел в мире. Мы все разумные люди и понимаем, что нам жить и дружить делаем долгие-долгие годы. Мы просим не передавать такую огромную территорию другому государству, хоть оно и является дружественным для нас. Эту точку зрения мы отстаиваем и по сегодняшний день. Я хочу, чтобы это все четко понимали. Что хочется сказать еще. После того, как мы собрали подписи, мы обратились к президенту Республики Абхазия. С этим вопросом и с 1670 подписи. В письме мы обращались к президенту и просили его не передавать собственность и не отдавать гуздашу Питсунда. Просили, чтобы все оставалось так же, как и есть по соглашению в 1995 году. Это безвозмездное пользование. На что президент нам ответил, что он не решает этот вопрос. Этим вопросом будет заниматься в любом случае парламент Республики Абхазии. Они будут радифицировать это соглашение. 9 сентября 2021 года мы с таким же письмом, мы с этими же подписями обратились к Валерию Иринеевичу. На что Валерий Иринеевич нам ответил и в письменной и грустной форме. Если сказать буквально в двух-трех словах, он сказал, что он нас полностью поддерживает в этом вопросе. И основная часть депутатов также нас поддерживает в этом. Но у них сегодня на руках всего лишь проект соглашения, а официальной бумаги никакой нет. После этого нас приглашал к себе Александр Золотистович Акфак. Беседовал с нами на эту тему. Спрашивал наше мнение, как дела обстоят в Писунге по этому вопросу и так далее. Мы очень хорошо побеседовали. Каждый из нас остался при своем мнении. Мы также шли оттуда с твердым намерением и убеждением в том, что отдавать собственность мы не можем себе позволить. Говоря, что там мы в Писунское собрание пришли к президенту, к спикеру или к премьер-министру, я четко понимаю и знаю для себя, я убежден в этом, что это проблема не только писунчан, это проблема, которая касается всех граждан республики. И мы видим сегодня реакцию наших граждан. И я очень рад, что людям не безразлична судьба нашей страны и нашей территории. Это все взаимосвязано. Мы все поддерживаем друг друга. И это хорошо, на мой взгляд. И я думаю, что все же наш парламент не будет ратифицировать это соглашение. Я очень на это надеюсь. Что хотелось сказать еще. После того, как у нас были выборы из республики в парламент и пришел новый созыв депутатов, мы обращались к вашему зарабищу по этому же вопросу. Мы обратились к нему и попросили, чтобы в случае возникновения и появления этого соглашения, чтобы он сообщил нам к городскому собранию, а дальше мы уже предпринимали какие-либо действия. Хотя мы надеялись на то, что этот вопрос больше не будет поставлен. Но, к сожалению, вопрос вновь появился. И нам дали знать о нем. После чего мы уже обратились к депутату нашего города, Даруке Виталиевичу, и к общественности. И сегодня, как говорится, мы имеем то, что вновь будет. Наша позиция неизменна. Абсолютно подавляющее большинство граждан, горожан Писучан и села ЛДЗА против передачи в собственность данного объекта, данной бездачи. Вот, в принципе, и все, что я хотел вам сказать. Спасибо большое за внимание. А можно вопросы задавать? Вопросы можно? Вопросы можно? Я хочу ответить на этот вопрос. Может быть, целиком не получится. Но то, что я знаю конкретно, по этому вопросу я вам скажу. Речь идет конкретно о гусдаче и о ее территории, которая имеет под собой землю в размере 156 гектаров земли. Это сама гусдача и ее территория. Напротив гусдачи находится жилой район, где проживают около 60 граждан Республики Абхазия. Он отнесен 4-метровым забором, что вы понимали. И эту территорию они тоже хотят отдать. Там более 8 гектаров земли. Плюс ко всему к этому идет акватория моря. Там, я не знаю, градусы, широта, долгота. Да, я не очень хорошо разбираюсь, но говорят, что до километра. Давайте послушаем. Я волнуют вопрос все это время, возможность его задать. Вы когда узнали о том, что это соглашение партистов? Вам когда стало интересно? Вот вы, как я понимаю, у вас был контакт с мемер-миницией, что очень благосленные милиции нашей страны. И ваша беспокойность была хорошо известна. Это вам стало интересно о том, что такое соглашение партистов? После того, как мы обращались к вашему зарубищу, нам сообщили, что это был конец июня, получается. Где-то конец июня. Мы узнали о том, что кабинет министров, какая-то определенная его часть подписала данная соглашение. Можно вопрос? Все время говорят о больших территориях, 2 гектарах земли. Но вы, как руководитель собрания Петсунды, я бы хотела, чтобы вы немножко рассказали о людях. То есть там живут граждане Абхазии, которых еще с 2019 года начали поэтапно выписывать из жилищ, в которых они живут. Там даже есть несколько человек, которые из-за того, что построено было ППП, не согласовано ни с местной администрацией, ни с государством. Въезд был запрещен в скорой помощи. И там даже умирали люди. Что в случае сейчас, когда этот документ уже подписан, даже до ратификации, как быть людям, которые там живут, тем же 19 гражданам Абхазии, которых, собственно, там закрыли, как в тюрьме? Давайте, знаете, как им быть в дальнейшем, это, наверное, еще неизвестно нам. Я вам скажу, о чем я знаю конкретно сегодня. Я знаю, что там проживают около 60 граждан в республике Абхазии. Это люди, имеющие абхазское гражданство, с абхазским паспортом. Что касается ущемления их прав, их какого-то выселения оттуда, это происходит у нас не с 2019 года, а намного раньше. Как мне известно, в 2000 году у них были взяты ордера. Не знаю, на каком основании это было сделано, но это сделано. Сегодня идет два судебных дела. Властями ПСО, которые там и находятся, под замену документов, поменять их на какие-то другие, новые и так далее, под разными предлогами. Время, да, недоверие. Что хотелось еще добавить к этому, кажется. Уйдет два судебных дела. Сегодня есть женщина, которая не является гражданкой республики Абхазия. Она около года не может попасть на территорию своей матери. Она совсем недавно это нам рассказывала. Не может попасть. Ее мать должна выйти с территории сюда и то по разрешению. в ПСО и на улице они имеют право встретиться. Но она туда попасть не может уже более-более. И знаете как, там говорят, что нет права наследования на это жилье и так далее, и тому подобное. Много очень непонятных моментов. Почему мы сегодня должны ратифицировать, например, соглашение, по которому идут два судебных дела. Я тоже не понимаю, почему такая спешка. Давайте решим вопрос с людьми, а потом уже будем заниматься всем остальным. Это наши граждане, хотя они параллельные граждане России, но я считаю, что для абхазской стороны в приоритете это абхазское гражданство в первую очередь. Тем более, что эти граждане готовятся к нашей земле, к нашей республике. Я так вижу ситуацию, я так считаю. Спасибо, спасибо, Мурат. Если вопросов нет, мы можем пойти дальше. Кто знает, кто знает, кто знает вопросы, кто знает. Кто знает, кто знает, кто знает. Это давайте рассматриваем. свободно внутри войны, но я стал историциемальным. Это было много времени, но русская подняла себя в жире, которые не означают, но при этом их обслуживаются в архе в германии, которые все знают по себе, где они обслуживают. Ихайбзио и инсоцветия гачвахаровый, обрекун ягодзозаги сша часа, и сымшав ушелару, мишкия хаса сам там ацарар, хэгунго уваджвэн хайвилар обрешпарзагало. Обрекун сарасуги ана гот, обаз хамтас, яйхарадзак хамтас. Избэнди ютэуэта, юрхэр аавэ, и яшэ нэсмгэдзэйтэ. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 основу, что ли, для своей безопасности они видят только в силовиках. Вот только через силовиков сохранить свою власть. Историю Абхазии, господа, хорошо учить. Через силу абхазцев никогда ничего не составит. Абхазцев можно уговорить, убить, убить, обмануть, но силой убедить можно. Но силой ничего не получится. Спасибо, что выслушали. Извините за некий судьбок. Спасибо. Спасибо, Астанат Чайчурбович. Продолжим работу. У нас сегодня здесь присутствует ветеран войны, кавалер ордена Леона, руководитель общественной организации Абхазия, Плаша Зухова. Я думаю, много интересного послушать его мнение. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Я еще на... Поближе к себе. Поближе к себе. Нет, ближе к себе. Вот так. Здравствуйте, дорогие друзья. Я еще на Айджи-свете. Наши встречи сегодня записываются. Вот здесь, вот здесь, вот здесь, там присутствуют камеры, телефоны. Это будет транслироваться, возможно, на дебиле, даже в фитбурге, в интернете. Поэтому хотел бы прояснить, для тех, что на этой встрече не присутствует будет, либо смотреть, либо читать, почему я здесь присутствует. Еще мой коллега, представитель нашей организации «Молодежного крыла» «Стоит БУДПО». На этой встрече присутствуем. И для чего мы здесь есть? У меня вот... мнение нашей организации, где-то Стоит БУДПО, официальное мнение, поддерживая нашей общественной организации, как он называется, «Анонема, отец ветеранового малого гражданства». Стоит БУДПО озвучил, прописывал на видео, выступал, как и свое личное мнение, и поддерживая мнение организации, я его освещал и в своем личном блоге, на площадке Facebook. В любом случае, я хочу поблагодарить организаторов за приглашение, потому что, когда освещаются или собираются какие-то вопросы, скажем, на площадке представителей власти, к сожалению, нет и, наверное, давней традиции еще со времен прошлой России как-то стараются нас на такие встречи, особенно если какие-то важные или актуальные вопросы стоят в нас, как правило, не приглашают. Ну, там, куда мы считаем нужным, в принципе, мы можем прийти и без приглашения, но в данном случае за приглашение благодарю. Так вот, конечно, я хотел бы увидеть, во-первых, всех вот этих людей, что вот сейчас здесь сидят в этом салоне, сидят в зале, увидеть, услышать непосредственно главу Кисунского городского собрания. Мы, конечно, и так же живем в маленькой стране, все слышим, все видим, но тем не менее, надо слушать официально вот так на мероприятии главу собрания, который высказал Данёса на мнение Кисунцев. Я очень рад, что я это мнение слышу, потому что у нашей организации, у меня лично мнение аналогичное, потому что здесь правильно говорили выступающие, в Абхазии нету, я более чем уверен, не среди представителей политических партий, общественных организаций, просто гражданам, что я думаю, в Абхазии нету птички, которая была бы, против Российской Федерации, против нашей дружбы, против нашего тратистического партнерства. Наши братья выполняют, воюют на территории Украины за то, чтобы ДНР, ЛНР были свободны и то есть мы являемся дружескими государствами, я правильно говорю, и глубоко, что Россия, это страна, которая первая признала государственную суверенитет в Абхазии. То есть мы, государство, друзья, и в этом плане у нас равных власти никаких нет. Те вопросы, которые у нас имеются, имеются непосредственно руководством нашей страны. Нам, например, непонятно, почему такие довольно-таки существенные территории, десятками, сотнями гектаров передаются ни какой-то стране, насколько эти соглашения противоречат нашим законам, нашей конституции. Многие организации озвучивают свое мнение, многие являются сторонниками этого соглашения. Вот для того, чтобы об этом просто истить, здесь я и присутствую. Мы не являемся сторонниками этого соглашения, мы являемся противниками. Являемся противниками, потому что мы не понимаем, почему это соглашение, которое было подписано еще в 95-м году, сегодня должно измениться. Мы понимаем целесообразность принятия этих решений. Не видим прозрачности, не видим открытости, не видим широкого общественного обсуждения. Не понимаем какая выгода для наших граждан, для нашей страны. А в чем она заключается? Пенсии нам прибавят, или там зарплаты увеличат, или еще какие-то будут интересы, представленные абхазскому народу и абхазскому государству. Но, к сожалению, внятность объяснений по этому поводу мы не слышим. Вот сегодня, вот здесь, на этой встрече высказывают, многие люди, представители театр-организации, которые здесь присутствуют. И здесь я рассчитываю и надеюсь, что так же я в сети слышал мнение нашего друга, известного общественного деятеля Сен-Гиза-Джёпл, и он предлагал в ходе компании по освещению этого вопроса выработать некий координационный совет. Я очень, мне такое предложение нравится. Мне хотелось бы, чтобы в ходе обсуждения этой компании такой координационный совет, или будет называться как-то иначе, был создан, чтобы в этот орган вошли представители разных партий и общественных организаций, которые имеют мнение созвучное, тому мнению, которое мы сейчас озвучиваемся, для того, чтобы мы могли в дальнейшем благотворно работать, освещать, как решается этот вопрос для всех, для наших граждан, для тех, кто разделяет наши взгляды и убеждения. Большое вам спасибо за внимание. Я очень рад, что я здесь присутствую и что у меня была возможность высказать то, что я сейчас высказал. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо большое. Мнение, конечно, очень интересное для работы организационного совета и некой такой координации всех действий по этому вопросу. Вот, я как сказал, когда мы начинали работать несколько дней уже мы отготавливались к этой сегодняшней встрече к другому столу с некоторыми организациями на площадке организации АйАйра уже выработали некоторую схему взаимодействия по этому вопросу. Я думаю, что предложение прозвучавшее интересно и было бы проговорить сегодня здесь и понять какое-то решение. Вступающие дальше, я думаю, тоже как-то выскажут свое мнение по этому поводу. Вот. Спасибо, Я думаю, Иван, мы к вам поподьемся. Доброе утро. Итак, я готов. В этом году я помню, что они присутствуют в европейской деятельности. Я не хочу сказать, что все необходимы в Европе. а при усеях вот апсидея угрыганта рапкиргаланом организациях парашискан ахана и статистов кухая и чайку вату а и вы то зиге яхт не яхт яхт был сын отца и лагу девяшок амадзан У Брехан Брехи было на Брехове хагу, а брак на Вянове айцаз бас Абхера, гаар и бзю, дегерашь, быц у Брехан хагуарупа, а резца радаги, это за руку Рыцбараму. А брака из фатистых из садов Юра, их оба в терминку я хотел с чего начать, объяснить вообще, что такое Пицунда и о чем идет речь по поводу заповедника. Мы сегодня говорим о 184 гектарах, из них именно к Пицунскому заповеднику относится 156 гектаров. Чтобы понимать, существует Пицунско-мерсерский заповедник, но его Пицунская часть всего 310 гектаров, то получается, что 156 гектаров это половина, ровно половина Пицунского заповедника. Это очень значительная часть территории. И поэтому говорить о том, что вот это такое вот, ну, у нас бурное было обсуждение в интернете и многие молодые люди просто от себя начали считать в пропорции. И один молодой человек, посчитав эту пропорцию, пришел к выводу, что, значит, для России это как сочинский район, Большой Сочи. Такая вот огромная территория получается для России. Да, если бы вот соотношение Абхазии и России взяли. То есть если это ум тоже, то получается огромная территория. Поэтому я бы здесь второй момент ответил, очень важный. Я хочу сослаться, вот здесь Саид Гизерда сидит, который очень обстоятельный доклад сделал, и я благодарен ему, что он так вот внимательно и, так сказать, по пункту все разложил. И меня очень волнует вот этот момент, который отметил Саид, это в межгосударственных отношениях не практикуется безвозмездная передача недвижимого имущества одного государства в собственность другого с распространением на него режима экстратерриториальности. Нахождение в геи юрисдикции государства не связанное с дипломатическими отношениями. То есть вот такая огромная территория, о которой мы сегодня говорим, 184 гектара земли. Мы теряем на нее свою юрисдикцию. Мы теряем на эту территорию свой суверенитет. И очень большое опасение вызывает заявления разных политических наших деятелей, которые говорят о том, что это не одна территория, на которой мы можем потерять свою юрисдикцию. То есть на очередь еще много таких территорий. Но суверенитет не может существовать в такой, значит, зоне, где существуют экстерриториальные области, на которые не распространяются суверенные права абхазского народа. Это до глубины души нас всех взволновало. Мы создали такую вот инициативную группу по противодействию, со всеми начали контактировать, со всеми общественными организациями, прося их выступить и сказать свое мнение. И для нас очень важно, чтобы вот это движение за суверенитет, за наш общий. Я не хочу здесь громкие слова говорить, но без них тоже не получается. Потому что некоторые политические деятели заявляют о том, что мы можем поделиться суверенитетом. Мы не можем поделиться суверенитетом. Ни на одной из наших территорий. Если это не касается, вот как говорил об этом, написал об этом Саид, что это дипломатических, военных и таких, значит, обычных, которые практикуются в мире, в территории. Поэтому я думаю, вот наша инициативная группа, она как бы обращается ко всем. И мы тут подготовили такое обращение, которое я хотел бы зачитать. И долгие годы власти Абхазии управляли страной, не прислушиваясь к мнению общества. Власть и народ жили в параллельной реальности. Смена правящей верхушки не проводила к изменениям к лучшему. Сегодня общество, не дожидаясь властей, начинает менять ситуацию вокруг себя и добивается справедливости. Я приведу лишь некоторые примеры. Активисты в Агудзере, Джанцу Хадли, боевых протестов, которые поддержали, кстати, тысячи наших граждан. Пицунское собрание в лице Мурата Аджба, многие другие инициативы наших граждан, которые борются за облик городов и районов, за экологию, за историко-культурное наследие, за абхазский язык, за абхазское государство, за суверенную республику Абхазии. Утверждение, что мы сами ничего не можем, не способны строить, не способны защищать свою страну, не найдут поддержку в народе. Власть не хочет слышать другого мнения. Власть боится перемен и пытается внушить страх свободолюбивый и непокорный абхазский народ. Попытка победить народ обречена. Инициатива группа объявляет о начале общественной кампании по защите суверенитета республики Абхазии, просит всех поддержать. Мы будем проводить акции, информационные кампании, встречи, круглые столы. Мы приглашаем всех свободных людей объединить свои силы, знания и дух во имя Абхазии в память о наших братьях, что принесли нам победу и во благо наших будущих поколений. БхА Абсну. Та Бог. Итого, спасибо большое за выступление. Уважаемые друзья, сегодня с нами здесь находится участник боевых действий, представитель группы «Пикнашка», заместитель председателя Республиканской общественной организации Я думаю, было бы правильно дать ему слово и послушать его мнение по этому вопросу. Я думаю, что я думаю, что все разные отношения. Поэтому мы не получаем ответственность. Но я думаю, что этот ответ получил из-за того, что за то, что это только не просто сeps... Но я думаю, что конечно же рассматривали два вопроса в отношениях, который опубликовал большие отношения… спасибо всем сегодня мы находимся представители нашей республики находимся боремся с фашизмом с национализмом причем плечу с нашими братьями российской федерации сегодня есть некие такие высказывания что мы отталкиваем российскую сторону типа учимся высказываются если так было бы мы там не находились большое количество людей там находится и мое мнение принципе я выражаю их мнение в принципе сейчас я выражаю их мнение все не так как здесь озвучивают некоторые публичности мы не отталкиваем российскую сторону вообще даже мыслях нет все шаглятцы не слезают надо выражать но смотрите и на мой взгляд в комментариях которое я уверен к этому особенным объяснению о том что мы видим как она говорит что мы вернемся к этому ogie Они говорят, что на том, что они должны быть уверены, поэтому они не признавались. Я говорю, что он не Afsha, а он не умер. Потому что он не Продолжение следует... Вы знаете, как сегодня встреча, которую проводил президент, послушала мысль о том, что проект этого соглашения направлялся в парламент предыдущего шестого созыва. Ну и некие такие упреки были в адресе депутатов шестого созыва, поэтому, я думаю, было бы логично и верно передать слово Валерию Владимировичу, который является в составе шестого созыва и шестого созыва. Поэтому, я думаю, мы передадим слово Ему, и Ему вкресет некую ясность. Продолжение следует... По поводу ясности данного соглашения, мне кажется, уже не только депутаты шестого созыва поступали, но и многие общественные деятели, и политические. Ну, по поводу того, что были ли в курсе депутаты шестого созыва, конечно, были в курсе о планируемом проекте, планируемом подписании проекте соглашения, который был представлен главой администрацией президента в Санкт-Петербурге для знакомления депутатами народного собрания. Ну, мы, со своей стороны, конечно, проводили некоторые слушания в разных комитетах Вольфово. Так как было обращение жителей села Лжа из пунктов более 1200 подписей, мы снова на этих обращениях отправляли депутатские запросы органам власти исполнительное, это мы снова проводили Кабинет министров, Министерство знаний от дел и Комитет по управлению государственным имуществом и приватизацией. И именно поэтому, зная нашу позицию, изучав материалы дела, изучав это соглашение и сложная власть, так уже мы теперь можем консортировать, она, несмотря на то, что установлен шестемесячный срок после системы силы, нужно было бы передать все эти обеты в соответствии с проектным соглашением. Видимо, решили не дождаться избрания нового созыва, почему-то решив, что новый созыв парламента будет более подкладистый и квалифицированный большинство позволит, и даже в исполнительном власти, позволит артифицировать это соглашение без препятствий. Но самое главное, что мы хотели, чтобы можно было бы ответить по этому соглашению, его сравнение, эту проблему, сравнение с... Журналисты, пожалуйста, спуститесь вниз, там фотосопки... А может, вы нам еще охрану объяснете до начала? Охрана есть. Когда журналистов отправляете, и сами тоже идите. Нет, руками журналистов все у нас происходит. Если вы не перебиваете, мы не потеряли свои качества, девушка. Я не продолжу, я не продолжу. Я вас... Там, в общем, нюансы будут, конечно, шоу. Что вы делаете? Продолжим или что? Продолжение следует... 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 что ущемлением интересов поэтому здесь есть формы если бы в свое время не было проведено бы это соглашение принятия всех трех постановлений вопросом о подписании в тайне от парламента по закону международного договора должны были информировать парламент о заключенном соглашении если бы была определена группа переговоров с августой стороны которые бы поработали как и ранее было во всех проектах международного соглашения и нашли бы приемлемые формы на этапе подготовки к подписанию не говорим о ратификации то наверное не было бы никаких вопросов но и сегодня не поздно это сделать у нас есть информация о том, что по нашему обращению 6-го созыва мы обратились после пресс-конференции в нормальное собрание гепутатом служиво 7-го созыва и предложили провести научную экспертизу данного проекта соглашения и передать этот вопрос в соответствии с Конституцией Конституционному суду на предмет рассмотрения разрешения дела в соответствии с данным соглашением Конституции и что пришло в свою руку и сегодня у нас есть парламент что вы не могли послушать сегодня с 7-го созыва что парламент отправил данное подписанное соглашение Конституционный суд на разрешение его в соответствии с Конституцией но это не исключает и не мешает таким образом создать новую согласительную комиссию в соглашении куда экспертов юристов общественности не только те, кто толеранты скажем для власти и делают все для того, чтобы заводить парламент и угодить они как-то рассчитывали на этот новый служеб парламент что все единогласно поднимут руки и проголосуют вне зависимости от положения этого соглашения очень влияет наш интерес или нет и набраться некой вот политической так скажем сголь вместо того чтобы ездить по районам и настойчиво приводить одни и те же аргументы что это охлудит наши отношения с настоятельной ледерацией что это ничего не передается за то же самое и все в собственности и земля и другие природные ресурсы за все мы отвечаем тем самым еще больше надлетая обстановку и возбуждая интересы тех людей которые не совсем может быть до конца понимают но каким-то образом чувствуют что есть некие какие-то подробные и сегодня набраться смелости обратиться восстановление комбинетистов может и отозвать свою подпись обратиться к каналам к российской стороне созвать новую согласительную комиссию и привести это соглашение в такую редакцию в соответствии с которой этот объект был бы передан российской стороне для его использования в программах функциональных по правам функциональных назначений то есть для охраны для проживания в области высших должностных лиц то есть федерации но не так как нам говорили что не участвуют в обороноспособности и безопасности страны и привести его в тот вид в ту редакцию в которой бы не возникало бы вопросов и опасений у народа позитив тем более мы знаем что в истории у нас есть подобные случаи которые вспоминают и волнуют о передаче государственных объектов администрации Краснодарского края который в дальнейшем был благополучно передан юридическим лицам на Таймановых островах и собственность стала частной конечно опасаются подобного развития событий и если это прямое принципиальное значение то поверяю в это любой юрист даже не надо так чтобы он был специалистом области международного права тем более учитывая наш опыт заключения соглашения которое было более ста подписано в развитии двуклазовых соглашений 2008-2014 года позволит сделать приемлемую форму не ущемляя интересов ни российской ни авгазской стороны вот мы обращаемся к власти пойти по такому не ездить по районам а перейти к практической деятельности и снять все вопросы в том числе в разблуждении каких-то антироссийских настроений которые в принципе не существуют искусственно их называть делать опасный народ не было когда мы можем писать прощение опасного народа и позволить нам позволить здесь жить на своей территории можно вопрос значит на сегодняшней встрече президент государства сказал что изменение статуса необходимо из того что как я поняла только лишь потому что российское государство не может напрямую исчезать деньги финансировать датировать как угодно для произведения некоторого ремонта как юрист человек который возглавлял в последние годы правовой отдел расскажите чуть-чуть расстройки сводки есть ли препятствия например не только это насколько необходимо было вообще менять этот документ отдавать собственность только ради того чтобы они сделали ремонт мы же на самом деле этой территории все эти годы не владели у нас не было туда доступа кассовая власть никогда ни на каком этапе после военной истории даже без согласования не могла подойти туда мы пробовали просто как-то там снимать это закончилось очень плачевно внешнюю территорию даже что сейчас поменялось почему такая необходимость я вот отвечу на этот вопрос если здесь будет оконсат уверенность что для никаких манипуляций здесь действительно есть проблема связана с финансированием если мы опалкиваем с финансированием на капитальное строительство на содержание на модернизацию имущественного комплекса в рамках международного права есть ограничения поэтому наверно возникло потому что обиджавые сооружения скорее всего это имеет место но мы возвращаемся на определенные формы и возможности снять эти препятствия юридические связанные с ограничениями по финансированию то есть с бюджетным законодательством Российской Федерации аналогия которая уже приводила по соглашению 19-го и 10-го года совместно по охранникам и обвинению на российской базе аналогичные вопросы возникали когда тоже с российской стороны когда были переговоры при подписании этого соглашения тоже звучали такие аргументы что бюджет законодательства не позволяет осуществлять финансирование но вы все знаете это уже не кажется известно каждому что международные договоры имеют наибольшую юридическую силу над национальным законодательством за исключением конструкции в том числе и над бюджетным законодательством и как мы прописали в 2009 году что российская сторона в международном договоре будет осуществлять финансирование за счет средств российского федерального бюджета и это снимает все ограничения вот пример аналогично в этом же соглашении которое было уже подписано это не связано с недвижимым имуществом капитальным строительством и содержанием вот прямая статья российская сторона берет на себя расходы по содержанию особо охраняем природной территории границы значит если мы подписали соглашение российская сторона может понимают все и положение международного договора никакие препятствия со стороны бюджетного законодательства можно написать что российская сторона берет на себя расходы по капитальному строительству ремонт содержание модернизации мощного комплекса государственного бюджета пожалуйста еще тот же аргумент который возбудитель и аргументы привести и навязать как истину ложь за правду выдать возможно что-то пройдет а здесь не проходит этот аргумент как и многие другие которые приводят охлаждение отношений защита оборонной безопасности федеральства охраны несмотря на то что действительно они являются военнослужащими никто это не отрицает или какие вопросы связанные с иммунитетом возникают здесь можно по этому вопросу сказать как и по форме соглашения по его статусу как уровень его международного строительства и как по базовому соглашению когда мы признаем все за юридические акты респределирации а закон респределирации федеральной службы охраны дает им право иммунитетным и мы это признаем вы что думаете что на территории образия федеральная служба охраны не будет обладать иммунитетным естественно да поэтому много-много других вопросов нет вопросов спасибо это по-разному работает мы уже достаточно долго работаем я думаю можно какие-то промежуточные итоги я бы хотел такой вот красной линии провести некоторые моменты сейчас сейчас я сам вот первое и самое главное что нужно наверное донести до общества вот я так смотрю что все время пытаются подать информацию несколько такую информированную искаженную во-первых мы не против правового оформления взаимоотношений по амбицизунской государственной даче с федеральной службой охраны российской федерации это не так мы просто мы говорим о другом мы говорим о выбранной форме правовой форме вот о чем идет речь еще раз повторяю никто здесь сидящих мы видели выступления вследствие массовой информации заявления были и везде четко и ясно было оговорено что мы не против передачи государственной дачи мы говорим о форме мы говорим о том что вот эта тайность которой не знаю умышленно вероятнее всего покрыли этот процесс вызывает подозрения серьезные подозрения мы имеем на это право и мы заявляем о том что мы подозреваем что там не все так как нам пытаются преподнести вот здесь Валерий Владимирович сказал очень четко и ясно есть масса примеров есть на практике примененные соглашения у нас в стране где все вот эти вопросы которые сегодня нам пытаются так вот сверху вниз объяснить что вот вы не понимаете мы все прекрасно понимаем у нас есть определенный опыт мы все занимались определенными вопросами и переговоры вели и может быть даже раньше и больше многие кто сегодня нас пытается получать мы все прекрасно понимаем и еще раз повторяем мы не приемлем ту правовую форму которую нам пытаются навязать вот вот это наверное важно на этом этапе когда будем заканчивать расскажем еще я думаю Аталия Викторовна да сейчас минуту а потом Саида попросим дезертала я прошу знаете как мы немножко устали уже долго сидим поэтому максимально город у нас так у нас как-то микрофон надо подать у нас на связь я пришел в командирку в эпитаж от Раулисбор тоже хочет поучаствовать в нашей работе и сказать несколько слов Раули я думаю было бы правильно микрофон туда приложить и будет слышно пока нет не это не нет это полгода и не но которая газ вот вот это 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 здесь мы Я выехал в Казахстан, провести реальность. И это не подходит, просто по моему ответственности. Я в последнее время был выход, чтобы в Абхазию говорить. Но так, как мы поняли, что сегодня будет спать за то, по этому поводу, мы отзвонили всех, что он на первую очередь, на вторую очередь. Если у нас на аудио решили, то есть, конечно. Давайте пусть он запишет видео и по лишнему видео сочетать. Давайте, Пограмм Далевикораду послушаем. Учитывая, что связь не очень стабильная, поэтому, я думаю, Наталья Викторовна, передадим пока слово. Да, да, да. Здравствуйте. Так, уважаемые друзья, я рада всех приветствовать. Видите, как мы чаще стали с операцией. Это очень хороший такой позитивный момент. Я вкратце хочу от имени своих коллег, депутатов 6-го СССР в общательности, сообщить, что мы поддерживаем идею создания Координационного Совета. Это очень хорошая идея. Плюс ко всему, я еще раз повторюсь, что было сказано на предыдущей нашей пресс-конференции, что нами будет инициировано создание общественной организации с депутатами 6-го СССР, которое обязательно войдет Координационный Совет. Это первое. Второе. Вот мой коллега Славик Агарба уже какую-то рекроспективную часть говорил по поводу 6-го СССР. Я еще раз буквально, коротко повторюсь. Когда документ приходит для ознакомления, он не предусматривает работу над ним, в частности, внесение. Там мы ознакомливаемся, даем некоторое свое заключение и отправляем документ обратно президенту. Я, как в прошлый раз, еще раз заявляю. Видимо, вы знаете, вы как-то, простите меня, но в полкуха слышим друг друга. Вот представители города Пицунца и дадут мне соврание. Они были в гостях у меня. После этого встречались с Валерием Евгеньевичем. Консультации, разговоры. Все было, то есть некий позыв, некий лейтмотив того, что хотят видеть Пицунцы, мы услышали. Было проведено два заседания комитета. Первый комитет заседал по экономике и реформал второй комитет по аграрной, аграрный комитет по землеустроительству. То есть мы изучили вопрос. Почему? Теперь хочу обратиться к стенограмме президента. Это вообще не выдерживает никакой критики, где президент говорит. Шестой созыв парламента, это в очистке, про молча. А мы что, с президентом в любовных взаимоотношениях, что молчание принимается как знак согласия? Я вообще в ужасе. Слушайте, мы отправили, Валерий Еремеевич лично общался, лично передал нашу инициативу. Вы знаете, почему, в принципе, шестой созыв парламента, так сказать, как высказался президент, про молча? Видите, мы сейчас собираемся. Мы понимали, что именно это будет со стороны людей. Мы оказались просто мудрыми людьми. Мы умели предсказать и поняли на перспективу, что нас ждет. И не только потому, что мы понимали. Мы разделяли мнение жителей города Пицун. И не столько. И не так. И в частности всей страны. Вот как это сейчас показаны ситуации. Но в своей стенограмме президент говорил еще такие вещи. Еще хочу сказать. Секретарь Совета Безопасности Сергей Миронович Шамба. Вообще, правда, тоже не выдерживать никакой критики. Оказывается, нашему абхазскому народу надо понимать, что нас никто не будет защищать. Опять обратимся к истории. 89-й год. Вспомните? Мы вышли с палками. 92-й год мы вышли с охотничьими оружием. Если война будет 22-м, я думаю, что наши мужчины и наши ребята выйдут. Хотя пусть с автоматами, но с чем-то выйдут. Но я думаю, что Сергей Миронович хотя бы должен был это помнить. Потому что он тут здесь. Это основной вещь может не стать, потому что его не было. А Сергей Миронович должен помнить это. Как мы защищали. И мне вообще стыдно, когда мы произносим слух. Мне как женщины, как матери. И вообще человеку, жителям во всем. Стыдно, когда говорят о том, что нас никто не будет защищать. В конце концов у нас женщины герои есть. Есть мужчины и есть руководство нашей страны. Главнокомандующая праздник говорит, что нас никто не будет защищать. Брожь нам цена. Я вам это хочу сказать. Вы слышите, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ И буквально еще один момент. К вопросу низшего вашего. По поводу бюджетного законодательства. Меня опять же поражает. Знание президента законодательства Российской Федерации это очень похвально. Но тогда в таком случае, почему не знание национального законодательства меня вообще, честно говоря, возмущает. Слушайте, если мы там нарушаем только один закон, то есть невозможность финансировать строительство на территории Тачи. Это закон о бюджете и бюджетном устройстве. То мы можем позволить себе нарушить институцию в Абхазии. Ну, у меня одни вопросы. И вообще просто хочу сказать. Уважаемые наши друзья, коллеги. Я обращаюсь к седьмому созыву. Такому символическому, и, я надеюсь, партиотическому, чтобы сделать правильное решение, вывести правильное решение. А мы, депутаты шестого несимволического созыва, готовы им помочь. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Владимир Викторович. Можно? Да. На выступление мы с вами коснулись. Президент говорил о том, что, когда документ направлен в парламент, попал в комитет, который возглавлял вот Александр Цишпа, то вы даже никакой встречи не провели, никаких консультаций. Вы говорите о том, что и встречи, и консультации были. А можно чуть-чуть поподробнее, чтобы мы понимали, что вы пытались делать? Я сейчас передам слово Александру Владимировичу, но я просто хочу в подтверждение моих слов сказать, вот ребята, вы присутствовали, вы были у меня в комитете? Мы с вами общались даже? Вы мне передали партнер документов, где были 1600, вот здесь вы будете? Ну как значит, что мы не общались? Как мы комитет Александра Владимировича как раз таки... Почему? Самое главное. Данная вообще практика парламента говорит о том, что когда идут соглашения, международные соглашения, они идут в автоматическом режиме на два комитета. Комитет по международным отношениям и второй комитет по экономической политике, реформам. Но в данном конкретном случае, поскольку отчуждалась земля, не отчуждалась и передавалась на варенду, там на 49 лет, наши ребята по Гранному комитету выезжали на место, исследовали этот вопрос. Это некое лукавство со стороны президента о том, что мы не разбирали этот вопрос. Мы просто понимали, что если этот вопрос будет вынесен в таком виде, в том виде, в котором он пришел к нам, он не будет ратифицирован. Этот самый главный посыл мы сделали президенту. В таком виде, в каком виде пришел он к нам для ознакомления, данное соглашение ратифицировано не будет. Все. Этот документ ушел, так сказать, в тишину. И вот вы видите, в 2022 году, в январе месяце, он вдруг появляется в неизмененном виде. То есть он рассчитывает... Он, естественно, как говорил мой коллега Валерий Владимирович, это как раз-таки тот самый момент, когда они думали о том, что у нас получится... Он создает... Верий Владимирович будет сформирован... Сбудет их? Вот и все. Вот как раз Афро... Вот уже мы видим. Все. Я подруги... Мерки, у нас есть связь? Не обижу Вильям. Афро, добрый день. Ради приветствовать нас за седой нашего круглого стола. И извиняюсь, что не присутствую за круглым столом вашим. С большим удовольствием был. Просто жизнь подразделения и чуть движения, я думаю, должен за периметром был делать. Поэтому я прилетел в Москву на ряд встреч. Но сегодняшняя ситуация, которая происходит у нас дома, поверьте, что... Выходя, отправляя ребят куда-то на боевой выход, у нас шкребет, что мы наблюдаем грызню дома. И грызня, она, конечно, правильная. Потому что делать подарки ведомству, не просто там в стране или кому-то, или еще что-то. Делать подарки ведомству, так что нам останется? За что, если мы сегодня говорим, что мы за свое отечество воюем? А останется ли она у нас? Куда мы вернемся после войны за русский мир? Куда мы вернемся? Мне надо будет потом в каждом ведомстве делать пропуска, чтобы добраться до моего родового села. Поэтому я для себя воспринимаю так, что те депутаты, которые проголосуют и примут за, я, наверное, их как врагов подниму. Я иначе это не воспринимаю. Если они так нашу родину в подарках отдаются словами «мы это содержать не можем», я извиняюсь, они страну что-то не сильно содержат, ее тоже будут гореть. Многие сегодня что там распинаются и рассказывают, что они отдают здания, пусть не обманывают. Я помню, когда бумага эта только зашла, там даже просили для персонала, чуть ли не долборщицы, отдельные какие-то, чуть ли не дипломаты к ним относиться, неприкосновенности. Ах, а это когда? Какой период времени? Когда вот заходила бумага? Эта бумага заходила и будоражить начала больше года назад. Эта бумага начала будоражить, когда ее обсуждали, ее вытащили. На люте ее не официально, она так зашла, ее вытащили на люте. И спасибо тем депутатам того созыва, который это сделал. Вот там рядом с вами сидят еще ряд ребят, которые это вынесли в народ. Ну, рискуя своими отношениями в дружественной стране, откровенно скажем, что Россия, которая в лице Советского Союза потеряла 15 республик и так далее, чтобы для него стоял остро вопрос по Айбке или по Писунге, еще что-то. Не поверю. Не поверю. Это искусственный вопрос, который специально муссируется. Не Владимир Владимирович за эти земли не знает, не само в целом России. Если частные инвесторы в лице бывших губернатора еще что-то как-то выкруживают и что-то угадывают, мы не должны на это вестись. И за счет этого еще у нас происходит раскол между нашими отношениями с нашим основным стратегическим партнером. Потому что мы воспринимаем, что этот удар идет от него. И если касаемо моего личного мнения или ребят, которые служат наши земляки у нас, то мнение простое. Это нашего народа. И никто не вправе его давить. Я для себя понимаю, с моральной стороны, если бы мы обменялись небольшими кусками земли для посольства, как мы это сделали, и почему-то ни один вопрос не поднял, а где же кусок земли абхазской, который нам давала Россия? Где этот кусок абхазской земли, который не стал? Продали его. Вот продавать начали ту землю, которая была в центре России. Абхазская маленькая земля. Ее продали, и никто вопрос не поднял. Это тоже болезненно. Это неправильно. Построили российское посольство. Я понял до себя, как в свое время, когда был в Израиле и ехал на речку Иордан, и наблюдал картину «Золотые купола», и я написался, что это. Они сказали, что два километра уречки подарили в свое время за какой-то вклад Россию и сами иорданцы, и там построили храмы. Я для себя понимаю, что бы мы пошли по религиозной тематике и подарили бы какой-то кусок земли там возле Ингура для России, чтобы она построила там храмы или там еще что-то, то это бы я тоже понял и воспринимал бы. Вот дарить те земли, где нам самим не хватает, где нашему населению не хватает, где это экономически содержит наши абхазские силы, просто раздаривать большими кусками, закрывать доступ к морю. Вы сегодня скажите, кто-то из абхазцев, кто в гаграх проживает, может попасть на госдатчу так называемую Скачева? Нет. И потом нам какие-то налоги с нее нам падают, и мы хотим сказать, что вот сейчас будут налоги, но это крайний губ, это крайне неправильно. И когда нам расскажут о масштабных инвестпроектах, гостинице там за 20 миллиардов, давайте посмотрим наше законодательство, когда они начнут платить налоги, когда эта гостиница уже станет неактуальной, когда все выжим без нее, потому что там свыше 100 тысяч долларов каникулы, а там 20 миллиардов. Поэтому давайте не вводить наш народ за облуждение, говорить правду как есть, несмотря на какой стороне кто бы не находился политической. У нас Родина одна, мы не можем ее топить. Если люди не понимают этого, то надо им вразумить. Поэтому я для себя скажу одно. Я не за то, чтобы хоть сантиметр от Казской земли вот так раздаривался, потому что, вы считаете, за него кровь проливаемая. Мы сюда ушли на край русского мира для того, чтобы вернуться домой, чтобы до нас дома нас не достало. Потому что, рассказывая, что на нас готовятся напасть грузины и тренировать все остальные подразделения, оборонять здания, что за глупости. Лучше объясните людям, куда явиться, потому что связь положено. Никто не готовится к войне с Грузией или еще что-то. Все готовятся к войне со своим народом, оборонять здания. Но, коли они так готовятся, давайте мы приготовимся и придем посмотрим, у кого желания любить и защищать Родину будет больше. Они уже доводят до кипения, что не хочу громких заявлений делать. Но, я думаю, многие Абхазы вернутся с этим вопросом, потому что много Абхазов, я сейчас в Москве здесь встречаю своих земляков, которые не понимают, что происходит. И мы благодарны вам, что вы не молчите. Вот сегодня, кто вы там собрались, всем вам я говорю, что благодарен. Неоднозначные у нас со всеми с вами отношения всегда были. Мы их не скрывали, мы всегда говорили, как есть. Родина у нас одна, поэтому за нее всегда борелось. От того, что какими тропами мы шли, это у каждого своя история. Поэтому я скажу так, что раздаривать ведомство, раздаривать, давать государство. Если мы делаем это, мы делаем это для посольства. Ну, 120 гектаров земли не нужно. У нас есть в Галинине, мало населения, где дали. Дайте в аренду, на 500 лет тоже дайте в аренду. Но другой момент. Зачем там, где ее просто нет, говорить за госдачей еще что-то? Я извиняюсь, но земля важнее, чем какие-то постройки на ней. Спасибо. Игорь рассказывает, что они не могут сделать ремонт, когда рядом есть телефон, в который вложили более миллиарда. Как-то сделали этот ремонт. Выход всегда есть, просто его искать надо. Спасибо, Ахра. Спасибо за мнение, спасибо за то, что вышел на связь. Спасибо. Давайте мы продолжим работу. Мы говорили о том, что, мы говорили о том, что число будет предоставлено вам. Передаю вам микрофон. Спасибо вам большое за приглашение, спасибо за внимание к моей экспертизе. Я хотел бы начать с того, что здесь уже говорилось о предыдущих соглашениях и о тех рамках межпартнерских российских регистраций, которые они захватывают. И получается так, что то соглашение, которое мы сегодня обсуждаем, оно пришло очень серьезно отступает от тех принципов, на которых подготовлены предыдущие соглашения. Даже вот в этом вопросе, который касается финансирования, восстановления, ремонта зданий, которые находятся на территории Сунику, вот этот момент совершенно никак не нашел отражения, непонятно, на какие-то слова не нашел отражения в этом соглашении 2022 года. Все, конечно, преподносится, вы уже неоднократно здесь говорили, таким образом, что не происходит существенных изменений по сравнению с соглашением 1995 года, что это все-таки редные отношения, да, действительно, объекты передаются в собственность, но земля, она как-то остается в аренде. Ну, с учетом, с учетом, я уже писал об этом, с учетом всех положений, которые надо в самовыдности рассматривать, получается так, что вместе с объектами недвижимости из нашего распоряжения все-таки выбивается навчительная часть нашей территории, и это действительно так. Ну, есть, поскольку у меня немного времени, то совершенно в детали не станут ходить. Мое заключение, оно доступно публично. И, кстати, я хотел бы сказать о том, что, конечно, то, что общественность готовит заключение, это нормально, это, в принципе, хорошая практика, но дело в том, что со стороны органов власти, которые подписывают это соглашение, тоже должны были сделаны какие-то шаги, то есть должно было существовать заключение, которое должно было быть подготовлено, там, метр исполнительной власти, и закона о международных договорах обязывает это делать, то же самое в парламенте, когда перератификация к ним поступает. Тут тоже есть обязательства готовить заключение, и их нет. Мы видим отдельные заключения от... Ну, и мне сложно их назвать заключением, потому что заключение – это развернутый документ, это не, буквально, там, два акзакса, да, где нет конкретики. Такой документ нельзя назвать заключением, и, соответственно, те выводы, которые он сделал, и они не соответствуют суду, непонятно, к чему соответствуют, и с чему вытекают. Вот. И очень много таких моментов несоответствия, и, как я уже сказал, Борел за заключение, моя экспертиза, она доступна, и уже было сказано о том, что подключиться к рассмотрению вот этого соглашения в совести, соглашения на наш принцессу, не несут. Это тоже такой серьезный момент, и мы должны к этому очень серьезно относиться, потому что у меня тоже определенные опасения возникают, я не хочу их, как бы, озвучивать, если, наверное, неправильно будет с моей стороны, у коллегов, но, тем не менее, если они, как бы, могут подтвердять конституционность, которую я здесь не вижу, это тоже будет иметь очень серьезные последствия. Для людей, которые очень далеки от юриспруденции, например, в Кварчале живут или в селе Хуап условно, да, в итоге это продажа, ну, передача в собственность или это аренда? Что такое арендовать помещение, но земля остается в собственности? Вот просто объясни, пожалуйста, в этот момент. Ну, просто очень сложно это отделяется. Ну, я постараюсь очень просто. Речь идет о том, что вообще изначально мы передаем объекты, которые неопределенные. То есть у нас определенная только территория, и сказано, что там есть какие-то объекты преимущественные. Мы их передаем. И у российской стороны есть право на капитальное строительство. То есть количество этих объектов может возрастать. Землю вы от этих объектов оторвать не сможете с завершения действия договора, если он завершится, эта недвижимость остается в собственности российской стороны. Таким образом, в принципе, действительно получается, что это... Представьте, если таким образом будет застроена территория, ну... Заваллированная форма. Да, это на самом деле заваллированная форма. То есть юридически все выглядит, как будто бы это аренда, но... Опять же, юридически, на самом деле, это будет продать. Просто, ну, конечно, здесь надо знать юридические тонкости, да. Здесь очень в этом смысле достаточно тонко, если хотите обещать довольно топорно, то здесь вот достаточно тонкая формула была найдена для того, чтобы фактически передать эту собственность. Хорошо. Можно ли продавать заповедник? Передавать в аренду, в собственность, в любую форму? У нас есть закон об особо охраняемых территориях, вы знаете, да, это Питсуно-Миссарский заповедник. Он отдельно постановлением парламента обозначен как территория, которая не подлежит изъятию, да. И опять же, изъятие это не только передача в собственность, но и вообще изъятие для мужд, в том числе, и для аренды. То есть нет, вы не можете это... Но проблема в том, что вы понимаете, что есть международный договор, который как бы обладает высшей юридической сирии. Если вы его идете, несмотря на все эти противоречия, идете на то, чтобы подписать, то он становится как бы выше. Да, он, скажем, вот эту иерархию наших источников правил начинает как бы превалировать над ним. Даже выше Конституции? Этот вопрос не прописан. А, сегодня? Ссылка на заповедник. Да, у нас... И еще один вопрос. Получается, с учетом полномочия нашего конституционного суда проверять нератифицированные соглашения, можно сказать, что Конституция все-таки у нас обладает приоритетом. Хватит, господин, на том... Можно вопрос, милая? Сокруктуру. Какая ответственность у тех лиц, которые, скажем, ревизию свою поставили, я имею в виду, что у кабинет министров? Вы имеете в виду ответственность, которая предусловлена уголовная законодательство? Ну, здесь, на самом деле, есть уголовная ответственность к заведению антиконституционных переговоров и так далее. Но все эти факты должны быть установлены, да? То есть, вот, если сейчас мы обращаемся к Конституционный суд, Конституционный суд подтверждает неконституционность, соответственно, нужно обращение в Генеральную прокуратуру, которая возбуждает уголовное дело, начинает последование и подтверждает антифакты. В наших условиях это... Можно еще один вопрос? В договоре от 95-го года говорится о том, что российская сторона обязана согласовывать те или иные действия с абхазской стороной. Ну, это строительство, вырубка деревьев. В новом договоре вообще об обязанностях сторон, что говорится? И эта обязанность тоже существует, но тут очень важный момент, насколько мы сможем реализовывать это наше право, да, контролировать капитальное строительство, контролировать какие-либо, нанесение каких-либо повреждений. Возможно, это может работать, а может не работать, потому что все объекты КСО, они как бы работаются... Они находятся не под нашей юриспекцией, и на них может распространяться режим государственной тайны, и в соответствии с соглашениями, никаких требований, возникающих из ущерба нанесенных российской стороной, которые особо охраняют природные территории, то живут, а требуют к нему, к сожалению. Таково слово. Если можно, я добавлю, действительно, потому что мы это уже говорили в прошлом нашей пресс-конференции. Обратите внимание, очень важный момент, это вопрос о дополнение к Саиду. Может ли абхазская сторона внести какие-то... Там сейчас мы говорим о ограничении нашего конституционного права, обеспечивающей государственную защиту, судебную защиту для наших граждан. Вот интересный элемент, скажем, новеллы в нашей действительности правовой международной. Абхазская сторона считывает прямо дословно. Абхазская сторона не предъявляет российской стороной претензии, касающейся возмещения ущерба, нанесенного юридическим лицам, недвижимому имуществу, природным ресурсам, культурным и историческим ценностям абхазской стороны действиями на военнослужащих при исполнении служебных обязанностей. Это вот самая красноречивая позиция абхазского руководства на сегодняшний день, заключенная в этом международном соглашении. Можно еще вопрос? Насколько известно, более того, к этому есть еще несколько формулировок, очень интересных. Они не досматриваются на границы, у них особый статус, иммунитет. Мы даже не можем контролировать количество вооружения завозимого, находящегося и в случае чего не вывозимого. Но это не может не соответствовать соглашению. Вы знаете, что и по закону Федеральной службы охраны, и даже Российской Федерации, это идет по гриве бюджетные расходы, идет по гривам секретности. Здесь вопрос на национальной безопасности, в том числе высшие должности лиц, которые подлежат государственной охране. Здесь в данном случае нет противоречия. Если будет установлена иммунитет, который мы подвергаем сомнению, необходимость привлечь иммунитеты не только для военнослужащих, но и для членов семьи, и для административного персонала, что возмущает, как, например, электрик, сантехники, любовьство обладать глобологическими иммунитетами. Это, по крайней мере, национальное наше законодательство, в том числе и международное, о таких примерах не знают. И аналогичных, не думаю, что нет ни у кого, без другими правовыми, демократическими странами, с которыми заключают такие международные соглашения. Вот в соглашении об объединенной военно-российской празднике есть важное положение о том, что военнослужащие, это не важно, команды военнослужащие, соответственно, они соблюдают юрисдикцию Республики Абхазии, там цены, ряд статей об этом говорится, то есть они согласия с Абхазской стороны пересекают границы и передвигаются тоже по территории Республики Абхазии, согласия, то есть соблюдают юрисдикцию и морскую, и зубопутную, и воздушную. Это нормально, это прекрасно. Но мы знаем, что и в Касово тоже есть взаимослужащие, соответственно, наверное, и военная, и техника разная. Этих положений, почему-то нет. Вот это как-то тоже у меня вызывает серьезные такие замечания. Спасибо большое. Уважаемые друзья, уже немного устали все присутствующие, поэтому я предлагаю так коротко послушать молодежь. Она здесь присутствует. Ахра. Ахра, давайте тогда приобрести национально коротко, потому что люди устали. Давайте, а потом уже перейдем к молодежи. Ахра, молодежь, молодежь. Ахра, пожалуйста. Ахра, молодежь. А молодежь. Попробуй. Добрый день всем. Спасибо большое организаторам. Спасибо большое за приглашение. Здесь практически много и подробно все сказано. Я единственное, что хотел бы добавить. На некоторые аргументы, да, которые присутствуют, за то, чтобы подписать соглашение в таком виде. Или там, или вопросы. Я хотел бы все-таки напомнить, что авгарский народ очень талантлив. Авгарский народ это народ творец. У нас очень много писателей с мировым именем. У нас ученые с мировым именем. У нас спортсмены, у нас дети, лекарские культуры, уперные, певцы. Поэтому были времена, когда за то, что абхазы пытались говорить о своих правах в советское время, избили, и нас обвиняли, что это под уголовную статью подпадает разжигание междунациональной розы. Что касается взаимоотношений с Российской Федерацией, я хочу напомнить, что Республика Абхазия неукоснительно соблюдает дружеские и стратегические обязательства перед Российской Федерацией. Если вы помните, ситуация была попытки срыва Олимпиады. Республика Абхазия сделала все, стало рядом. Сочинская Олимпиада была проведена. Была ситуация по Турции, была ситуация по Крыму, была ситуация по Сирии, была ситуация по Донбассу. Многие союзники Российской Федерации промолчали. И по многим вопросам республики Абхазии всегда была рядом. И именно политик, проводимый Республикой Абхазии Владимир Владимирович будет назвал Абхазов братским народом. Именно потому, что всегда и народ, и руководство оказывают всемирную поддержку союзническим отношениям. Это важный момент. И я хочу сказать, что дружба искренняя между нашими народами, она деньгами не верится. Деньгами любой народ не утишит. Она у нас искренняя. Касаемо вопросов самого признания Республики Абхазия, в указе написано «Спасти Абхазский народ». Поэтому, естественно, каждый гражданин Абхазии, республика Абхазия, хозяеван страны, согласно наследству, является гражданин. Мы вами имеем право высказывать свое мнение по любым вопросам. И на то у нас абсолютно демократическое по духу государства, соответствующее нашей культуре и традиции. Абхазский народ всегда был свободолюбим. Касаемо сотрудничества с Россией, я помню, я работал тоже в администрации президента. Я не помню, что если руководство Абхазии на что-то не соглашалось, взаимоотношения между государствами разные вопросы, разные предложения, чтобы стоял так вопрос ребром, что нас кто-то не будет защищать или там скажут нам в помощь. Ну, не помню я такого. По самым острым вопросам я могу долго перечислять, это инифизиумность, это инифизиумность, это разные вопросы. А ладно, мы прекрасно понимали, что мы работая в органах власти республики Абхазия защищаем интересы народа и республики Абхазия, руководство и сотрудники администрации президента Российской Федерации защищают интересы своей страны и нормально мы дружест тони спокойно обсуждали любые даже самые острые вопросы и я хочу поддержать здесь некоторых выступающих наших ветеранов я все-таки думаю, что вот этот дух свободы рас демократичность нашего народа и сама жизнь уже показывает нам, что мы не попадаем в такие ситуации чтобы страна будораживалась чтобы народ будораживался вот эти системные проблемы о которых уже много много лет говорят связанные с реформой Конституции с открытостью власти с тем, чтобы власть советовалась со своим народом полюбим вопросом даже самым тяжелым я думаю эти вопросы не надо вкладывать надо заниматься именно корнем проблем спасибо 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 большое сочли есть предложение по джинсу Андрей подожди интересный ангелист можно сказать тоже языкослов забрать подожди собрать на возок сегодня сегодня Продолжение следует... 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 Продолжение следует...